Сибиряки, соблюдающие правила дорожного движения, не всегда могут распознать смысл некоторых знаков. Так, в Омске пешеходный переход обозначили на дороге, ведущей в никуда. В центре Томска запрещено движение на телегах, хотя там давно на лошадях уже никто не ездит. А в Новосибирске рядом со школой установили сразу шесть знаков пешеходного перехода. Зачем, разбирался Павел Теунов. Улица Академическая в Новосибирске не отличается интенсивным дорожным движением. Вдоль дороги жилые дома и пятая гимназия. Почему рядом со школой установлены сразу шесть знаков пешеходного перехода, гадают и водители, и пешеходы. Зачем столько-то? У нас не было ни один раз такого случая, чтобы у нас какое-то, по-моему, не слышало такого, чтобы у нашей школы был какой-то детский несчастный случай. Такого не было. И те, и другие догадываются, что произошло это не от излишней заботы о детях. Оказалось, что переход модернизировали. По государственной программе. Одни знаки более новые были установлены по федеральной программе. У них свой подрядчик по установке. А старые знаки не убрал, ну, скажем, другой подрядчик старый. Но так, чтобы в одном месте была гроздь знаков 5.19 и 5.20, пешеходный переход, такого, конечно, быть не должно. Другой подрядчик поторопился с установкой знаков и в соседнем Омске. Так, в одном месте установили «Въезд запрещен» и «Уступи дорогу». Несуразицу объясняют тем, что именно здесь собирались делать разворот, но потом передумали. Существует проблема недостаточного количества знаков где-то, но в целом знаков стало больше. Настолько больше, что их устанавливают на знаменитой Омской дороге, ведущей в никуда. Под метромостом несколько лет назад была построена развязка. А вот дорогу, дублирующую улицу 70 лет октября, не закончили, но знак пешеходного перехода поставили. На будущее. А вот по такой схеме еще осенью предлагали разъезжаться водителям на парковке торгового центра. В его значении не разобрались даже сотрудники ГИБДД. Позже выяснилось, что знак установили предприниматели, чтобы помочь разъехаться автолюбителям. Но на практике вышло наоборот. О том, что истина где-то рядом, догадываются кемеровчане. Но разгадать тайный смысл этого знака не могут. Одни видят в нем чудовище или инопланетянина. Другие уверяют, скорее всего, это знак внимания дети. Но вопрос, почему он стоит в чистом поле, даже скептиков ставит в тупик. Между тем, в центре Томска запрещено движение животных. Запрещают движение гужевых повозок, правильно сказать. Это запрещается движение повозок саней, верховых, из животных под вьюком. Ну и прогон скота. Это уж так, если по правилам все перечислять. Так городские власти решили избавиться от катания на лошадях за деньги. Томичи шутят, когда на фоне герба области, где изображен конь, устанавливают табличку «Коням здесь не место», то это, как минимум, плохой знак. Павел Теунов, Максим Кабаненко, Алексей Андробаев. Новости Новосибирск.